Более в три раза зарплаты сотрудников ядерного центра превышают зарплату работников муниципальных предприятий. Алексей Сафонов, выступая с докладом о работе администрации в 2020 году, озвучил цифры. В среднем сотрудники градообразующего предприятия получают 92 тысячи рублей в месяц. В муниципалитете и на малых предприятиях средняя зарплата около 27 тысяч. Те, кто работает у ИП, получают у того меньше 12 тысяч, а средний уровень по полному кругу предприятий 62 тысячи. Средний уровень достигнут исключительно силами федерального ядерного центра. Поэтому, если цифры очистить от доли структур Росатома, то мы получаем, что наш средний уровень весьма, скажем так, плачевен. Да, наверное, это правильное слово. И очень много работы предстоит для того, чтобы он поднялся до хотя бы разумно приемлемого. Остановился глава города на финансовых показателях. Ключевой профицит бюджета. Муниципальный долг был сведен к нулю. Львиная доля бюджета, как и всегда, была направлена на образование. В прошлом году в городе в 22 образовательных организациях сделали текущий ремонт. 30 школ и детских садов оснастили новым оборудованием и мебелью. Завершился затянувшийся ремонт школы номер 10 и 44 детского сада. Продолжается строительство школы на улице Зорге. Мы отмечаем некое снижение числа детей, задействованных в этом процессе. Но, тем не менее, у нас очень высокая достигнута обеспеченность местами в дошкольных учреждениях. Это вызывает у нас определенные споры с Нижегородской областью, потому что они настаивают на, ну, скажем так, на более низких нормативах. Мы готовы спорить, мы ругаемся, но, тем не менее, мы считаем, что наша обеспеченность должна быть выше. В 2019-м был введен крупный жилой комплекс «Саровская ривьера». В 2020-м введено 52 объекта. В основном это индивидуальное жилищное строительство. Прошлый год был посвящен вопросу территориального развития города. Это просоединение северных территорий и части Вознесенского района. И эта работа продолжается. Важный вопрос – это улучшение жилищных условий жителей города. Здесь неплохие результаты удалось в рамках программы «Молодая семья». Удалось выдать сертификаты девяти семьям для улучшения жилищных условий. Благодаря работе Комитета по управлению муниципальным имуществом очередь на улучшение жилищных условий сократилась до 1222 семей. Проект доклада Алексея Сафонова вынесли на заседание Городской думы. Полностью его выступление вы можете посмотреть на нашем канале в Ютубе.